здравствуйте сегодня с нами координатор штаба двк в киеве жанна бота и мы говорим о штабе здравствуйте жанна добрый день расскажите пожалуйста у вас фейсбуке написано что вы координатор штаба двк что это значит что такое штаб двк действительно штаб это такое наверное сложное для понимания простых людей название до штаб какой-то он такой мир в мирной жизни как бы звучит странно на самом деле мы создали штаб для того чтобы объединять там активистов координировать их через ячейки через маленькие такие отряды для того чтобы наши активисты могли получать вовремя какую-то информацию понимать что делать и штаб на сегодняшний день это такое сообщество абсолютно людей осознанно и стопроцентно пришедших борьбу и людей которые объединены абсолютно точно единой целью и это люди которые нацелены на то чтобы сменить режим и вот с этими людьми общаться как бы проще всего потому что эти люди точно знают они пришли это делать они делают выполняют эту задачу они ищут способы быть эффективными для меня сегодняшний штаб это такой большой большой отряд казахстанских патриотов которые решают судьбу страны буквально а когда говорят что вот революции за границей ваш штаб находится в киеве что это значит насколько это эффективное управление за границей на самом деле да действительно такая очень была спорная даже для меня была спорная вещь почему я немножко отвлекусь назад отмотаем так сказать несколько лет я сама находилась в тот момент казахстане и видела как проходили земельные митинги и для нас это было большим событием то есть мы на что-то надеялись мы надеялись на перемены но потом естественно все это прошло начались аресты задержания и все протесты они как бы сошли на нет и было очень страшно думать о том что такие вещи не повторятся потому что именно в тот момент стало понятно что эти вещи надо кому-то организовывать кто-то должен этим постоянно заниматься я из казахстана не видела ни одного человека который бы этим занимался внутри страны вообще ни одного и даже были какие-то у нас попытки организовываться так далее мы понимали как ничтожны наши действия связи с этим у меня вот просто руки опускались я совершенно не представляла как это может быть когда освободился мультарь облязов у всех была великая надежда большущая надежда но даже в тот момент освободившийся облязов не давал надежд я говорю сейчас о себе о своих впечатлениях а потому что мне казалось что это невозможно но он освободился он будет вести свою борьбу хотя да мы дождались тех слов что он сказал да я буду продолжать борьбу с вот этим режимом и так далее но я вообще не представлял как может облязов вести борьбу из-за границы я буду добиваться смены режима и добиваться чтобы поставить тюрьму нынешней верхушкой во главе с назарбаевым потому что когда я верну страну этот режим будет арестован и вот теперь уже здесь штабе находясь в этой борьбе я вижу как это работает я понимаю что это действительно единственный способ что-то изменить и я понимаю что все возможно из-за границы находясь используя только онлайн ресурсы там интернет ресурсы на самом деле можно организовывать людей просто все должно носить системный характер цели должны быть точными последовательными чтобы люди понимали что мы там нас никуда не носят так и так далее их надо постоянно вести системную системную работу организовывать людей и это все оказалось возможным спасибо интернету спасибо телеграм и сейчас когда я вот занимаюсь этим я вижу динамику развития я вижу результаты этой работы я понимаю что вот это вот можно делать из-за границы и что когда люди такие вопросы это не просто этим никогда не занимались отсюда у них вот столько недоверия непонимания как это можно делать и мы видим и я думаю что казахстанцы тоже наблюдают это понимают что такое возможно находясь за рубежом организовать огромные массы людей скоординировать их и добиться вместе одной большой цели вот с позиции координатора штаба двк расскажите пожалуйста как изменилось общество в казахстане и вот после это буквально там двухгодичная работа двк да как изменились люди я бы сказала что изменилось и общество и власть именно с позиции наших действий организованных и так далее если смотреть на людей мы знаем что когда мы обращаемся назад так сказать видим что у нас было в 2015 16 там году то что у нас было в 2018 когда наш телеграм-чат заработал и мы начали первые организовывать акции даже не митинги акции мы видим что люди действительно во первых не знали как это делать во вторых боялись в третьих не понимали ради чего не это дело не видели конечную цель то есть очень много таких моментов которые люди не осознавали не понимали и соответственно не не были мотивированы это делать сейчас общество изменилось во во вторых общество ясно осознало что мы живем при воровской власти власти бандитской от которой нельзя ждать нормального будущего во вторых общество осознало что только мы можем что-либо изменить только наши люди самостоятельно объединившись могут действительно привести страну к переменам и так далее кстати в это очень сложно было поверить это наиболее такая сложная часть человеческого сознания когда человек наконец начинает понимать что от меня многое зависит лично от меня зависит изменится страна или нет и начинает действовать очень многие понимают что в стране бардак очень многие осознают что власть воровская пишут об этом обсуждают на любой кухне сегодня обсуждают но не очень многие далеко не многие готовы сегодня осознанно принять участие в реальной активной борьбе с режимом. И поэтому, да, общество изменилось, и самый главный плюс этого общества, у нас появились люди, готовые осознанно менять страну, выходить на площади, организовываться в какие-то там группы, которые мы называем ячейками. Мне вот, например, слово ячейки не очень, скажем так, нравится, но мы много раз крутили, вертели, понимаем, что другого, более емкого, и во всех смыслах правильного слова вот к этим группам людей, командам не подобрать. Потому что мы действительно, мы как те вот соты пчелиные, мы собираемся в ячейки, в ячейки и образуем одну большую эффективную команду. Вот как раз расскажите, что такое ячейки и как, собственно, организован штаб? Ячейки. Люди приходят на митинги, и они видят, что тяжело быть одному на этом митинге, тяжело быть одному на акции. Соответственно, им, конечно, очень важны подвижники. Как правило, мы советуем, чтобы люди искали единомышленников среди себе подобных близких людей, там, родственников, друзей близких, там, одноклассников, с кем они давно знакомы, кому могут доверять, как себе самому. Как правило, наши ячейки складываются действительно из близких людей, они объединяются, и первый этап людям кажется, ну, хорошо, ну, мы объединились, и что дальше там? Ну, ячейка, ячейка, вот у нас есть пять человек. Теперь в пятером будем ходить на митинг. Все не так просто. Да, в пятером будем ходить на митинг, но именно в ячейке люди распределяют между собой, кто чем будет заниматься, у кого что лучше получается. Кто как будет действовать, репетируют эти действия, отрабатывают свои совместные какие-то задачи. То есть если они идут расклеивать листовки, это же, понимаете, это же, во-первых, это делается, как правило, так, чтобы тебя не было видно. Большинство выходит работать ночью. Представьте, какой адреналин, зашкаливающий просто приключение. Человек идет, оставляет листовку, на которой написано, что вот там завтра митинг, или на которой изложена программа ДВК, на которой портрет Аблязова, где он призывает там менять страну и так далее, рассказывает о кредитном месте, или рассказывает о том, что в стране будет бесплатное образование, отличная мизицина и так далее. Мы в это верим, наши единомышленники в ячейках верят. Ну теперь же надо реализацией заниматься. И вот представьте, команда, которая вместе сходила расклеить листовки. Однажды ночью проявили взаимовыручку, проявили волю и характер, проявили силу духа, проявили бесстрашие. Естественно, такие люди потом становятся ядром, они сплочены. У них появляется новая задача, они видят, как эффективна их ячейка, они начинают агитировать других людей, говорят, создавайте ячейку. Они потом еще делятся, и каждый создает свою ячейку. То есть вот это вот распределение людей, бесконечное деление людей, вот оно сейчас идет у меня на глазах. И если говорить о том, каким был штаб ДВК, скажем так, полгода назад, такого не было. То, что мы видим сегодня, и сами ячейки стали просто удивительно активными, и от них идет очень много инициатив. Почему? Потому что люди получили много опыта. Опыт общения с полицейскими, опыт общения с людьми на митингах, опыт расклеивания вот этих листовок участия в подпольных акциях. Они получили опыт агитирования, прошли очень много разных стадий развития своего личности. То есть они становятся профессиональными революционерами, будем так говорить. Соответственно, они, как профессиональные революционеры, которые находятся там, в Казахстане, гущи событий, они нам приносят свои идеи, они нам приносят свои мысли. Это бесценно, на самом деле. И то, что мы видим сегодня, те ячейки, которые есть у нас сегодня, и те, которые были полгода назад, это небо и земля. То есть люди выросли. И сегодня мы всего лишь координаторы, они ведут нас за собой. Вот это большое наше сегодняшнее завоевание. Жанна, а вот можно назвать людей, которые входят в ячейки действительно каким-то двигателем перемен в Казахстане? И вот по вашему мнению, какими качествами обладают эти люди? Почему они не остаются в стороне? Ну, безусловно, да, это и есть наш двигатель. Тут самое сердце, наверное, ДВК, потому что каждый из этих людей, каждый из этих людей мечтает, живет, горит переменами, понимаете? Они горят этими переменами. Поэтому для меня сегодня немыслимо, когда люди говорят, вот там все может закончиться, там не будет облязово все закончить. Так нет, так уже не будет, потому что внутренний огонь есть. Каждый движим с собственным порывом, с собственными чувствами, с собственной мечтой, желанием перемен настолько великое. И я иногда читаю сообщения от активистов до слез, потому что люди реально там в стране, мне больно становится, там в стране у нас люди настолько горят переменами. Это самое важное, что сегодня все ждут. Есть те, которые не ждут. Вот это наше, почему я говорю, что это сердце ДВК. Потому что эти люди, они уже не ждут, они эти вещи делают. Они готовы делать все, что нужно, чтобы добиться этих перемен. Главное, что есть у нас на сегодняшний день, вот я считаю, в нашей борьбе, очень классно, что все описано. Очень классно, что мы обо всем договорились. То есть мы все проговорили, мы хотим мирной смены режима. И мы об этом договорились четко. И наши активисты точно знают, как это должно быть. Поэтому вот та координация, которую мы всегда боимся, там как-то из-за границы можно координать, она работает. Мы один раз договорились, и мы все туда движемся. Расскажите, поделитесь личными историями активистов, если у вас есть такие. Может, у вас есть любимчики? Да, кстати, и историй от активистов огромное, вообще бесконечное множество. Во-первых, это же жизни людей, это целые судьбы. И мы видим, как эти судьбы меняются. К сожалению, вот эта тоталитарная власть диктаторская, она как машина, знаете, она двигается по людям. И когда она цепляет кого-то одного, ты видишь, как этот человек меняется, как он переходит, проживает свои испытания. Ты видишь, я же все-таки нахожусь вот в этом процессе с самого начала, я могу его отслеживать системно. Я его вижу вот от начала до конца, каждую судьбу. Вот если взять айгуль Агверды, мы все наблюдали. Я понимала, насколько это трудно, тяжело. Но те мелочи и детали, которые мы знали, через что проходит айгуль, через что проходит ее семья, они просто душераздирающие. То, что эта женщина выстояла, это заслуга нашего и общества, конечно, в большей степени ее собственная. Потому что у нее есть дух и стержень. Она держалась, и мы держались все. Все наши ребята, вся наша группа, все, кто работал на тот момент и сейчас, видел, как развивается судьба айгуль, и все замирали каждый раз, когда касалось дела ее. У меня таких историй просто огромная коллекция. Вот, например, первая девочка, которую арестовали, Акмарал Табылова, я первый раз тогда плакала, потому что я не могла поверить, во-первых, что вот так можно вероломно поступить. То есть девочка там, ну, понятно, отследили. Это был наш такой первый прокол. Во-вторых, я испытывала какое-то безумное чувство вины, что человек так страдает. Я узнала, что она беременна. Очень быстро ее признали узницей совести и амнисти. И мы за нее, конечно, очень боролись. И потом представьте, как пошел поток вот этих судеб. Как за них не переживать? Они все родные. Мы каждого активиста, у нас после каждой акции, после каждого митинга идет поток арестованных, идет поток задержанных. Но самое потрясающее – это то, как меняются люди в процессе всего этого. Самое потрясающее – это то, как вырастает дух у наших людей. Те, кто не находятся вот в этом процессе, они не видят системность этих перемен. Они не видят системность, как вот это все меняется. Вот я вижу это, потому что я общаюсь, ну, скажем так, со всеми регионами, со всеми процессами, с каждой семьей, которая сегодня попала в беду и так далее. То есть я вижу, отслеживаю каждые эти события, и я вижу системность и масштабность этих перемен. И поэтому, конечно, любимчиков, как вы говорите, естественно, у меня много каких-то людей, которым я испытываю очень острые симпатии, и очень много людей, которые вызывают у меня, естественно, и сострадание, и я эмоционально переживаю за все эти аресты и так далее, задержания, потому что мы же знаем, как действует наш режим. Этого много. И у каждого, у каждого есть свои истории, понятное дело. Кто-то пережил такие вот публичные вещи, скажем, как Айгуляк Берды, мы за ней все публично переживали. Кто-то это делает сам, один, старается не выносить это на публику, приходит советоваться, как делать. Кто-то проходит все этапы страха, знаете, вот сегодня ему очень страшно. Я вот прям видела людей, которым было просто ужасно страшно, сильно страшно. И потом они сталкивались с вот этой полицейской машиной, и чувство несправедливости выталкивало их на такой уровень мужества, который просто невозможно вообразить. То есть там девочки, маленькие, худенькие, хрупкие девочки, которые вчера мне писали в личку, как страшно, что мы будем делать и так далее. Вдруг сегодня я их вижу в борьбе, им уже не страшно. Они заходят в полицию, они спасают других. Это потрясающе. Вот это общество, оно растет вот по капле, по капле, по капле. Но это же капли буквально слезы и крови, понимаете, там. И эти капли, они вот у меня на глазах превращаются во что-то большое. Так же, как вот я всегда говорю, Волга начинается со стакана воды. Мы уже река. Нам нужна просто сила такая, которая действительно охватит всю страну и приведет к этим переменам. Жанна, а с чем связано то, что так много женщин, именно женщины выходят на митинги? Я считаю, что это эмоции. Женщины, они как-то вот острее переживают несправедливость, я думаю. Им страшнее, у них дети. Им даже за мужей страшнее. Они готовы мужей своих защищать. То есть, представляете, да, вот насколько устроено. И потом, у нас такая культура, знаете, вот мужчины, все-таки патриархальное общество, да, больше всех под гнетом находилась женщина. Ей быстрее хочется вырваться. У женщин меньше всего свободы. И вот эта женская несвобода, где женщина больше всех задавлена, она и побуждает женщин первыми добиваться этой свободы. И, конечно, те женщины, которые есть в Казахстане, те женщины, которые ведут Казахстан в борьбу, они все уникальны, они потрясающие все. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия организовывает штаб ДВК, чем еще занимаются активисты? Мероприятий много. Ну, наша задача людей научить. Научить, как защищать себя в социальных сетях, научить, как защищать свои телефоны, научить, как общаться с полицией, научить, как защититься там от каких-то вот действий, провокаторов и так далее. Мы очень много этому уделяем внимания. Потом мы, естественно, мы получаем большой-большой опыт от других ячеек. Наша задача – это все эти вещи аккумулировать, раздать остальные. Потому что самое бесценное – это человеческий опыт личный. Вот человек сходил на митинг, получил опыт, пришел, увидел что-то. У нас иногда приходит такой анализ, особенно после последних митингов, я просто… Для меня это большая радость, потому что я вижу, как люди выросли. Выросли именно организационно. И они, когда передают нам уже свой анализ, это не мы уже за них все решаем, они нам по полочкам все расписывают и при нас, значит, вовлекают и дают нам возможности принимать правильные решения. Поэтому наша задача, вот мы координаторы, наша задача для всех вовремя донести информацию. Тот объем информации, который людям необходим, чтобы получить, быть эффективными и сохранить собственную безопасность. Я так понимаю, что вы меняете общество, а общество меняет и власть в Казахстане. Насколько поменялось отношение властей к людям? Кстати, да, про власть мы хотели, я хотела как раз сказать. Сильнее всего поменялась власть. Власть стала меняться быстрее, то есть быстрее, чем люди. Вот если смотреть на то, во что сегодня, вот каким сегодня становится Казахстан. Давайте посмотрим на СМИ. Такого не было. То есть 15-16 год, боже мой, все закрывают, тотально вычищают. В 17-м году закрыли трибуны. До трибуны закрыли там Матаевых, закрыли очень многие журналисты, просто ушли на дно, Ротель там и так далее. То есть те СМИ, которые мы читали, где люди красиво, грамотно, умно писали, достаточно остро писали, потому на тот момент времени, эти СМИ все стали закрывать, один за другим. Конечно, когда вот так вот все полностью зачистили, и вдруг, пожалуйста, появляются СМИ, которые пишут о митингах. Кастак, агентство Дориги Назарбаевой, транслирует наши митинги. Появляются площадки, на которых можно вести диалоги. Политон, Борейко выпустил свою площадку, Гульнар Башкенова сидит на своей площадке, ведет диспуты с активистами. Понимаете? Я понимаю, да, что далеко не все площадки работают для того, чтобы привести людей к смене режима. Но, тем не менее, вольности стало очень много. Это только по СМИ. Теперь давайте посмотрим по тем социальным мерам, которые власть вынуждена сегодня работать. Повсеместно видно, что акиматы, даже участковые, работают с населением, чтобы там, не дай бог, где-то не начались волнения, они работают на то, чтобы погасить очаги волнения. И социальная помощь матерям. Идет? Идет. Даже вот мы объявили митинги по бесплатному образованию, говорили про общежитие, общежитие людям, детям понастроили, студентам. 20% увеличили количество грантов бесплатно для поступлений. То есть власть старается угнаться за нашими программами и пытается везде и везде привнести в жизнь людей какие-то облегчения, где-то повысить зарплату, где-то социальные пособия. Работают буквально лично с людьми, буквально лично. Каждому Акиму дано задание караулить людей, не дай бог, там где-то взрыв. Банки. Посмотрите, как банки стали работать. Ведь если брать до 2017 года положение с банками, сколько было выселений, сколько было суицидов. Сейчас никого не выселяют. Никому нельзя обострять социальное положение в стране. Почему? Потому что появилась протестная сила, которая, как любая оппозиционная сила, любые социальные взрывы будет использовать и направлять волнение людей на то, чтобы выходить на площади, менять режим. И мы об этом заявляем с первого дня, никого не обманываем. Мы с первого дня, наоборот, весь этот накал создаем, показываем людям те плохие места, которые создала власть, то есть показываем людям те проблемы, обнажаем их, показываем, кто виноват. Соответственно, власть вынуждена лавировать, подстраиваться под все, что у нас сегодня происходит. Даже задержание активистов на сегодняшний день, да, задерживают жестко, но там полиции стараются не обострять, не перегибать палку. Некоторых людей развозят по домам. То есть мы получаем сообщения от активистов, что было поздно и большинство людей развозили, особенно женщины. Власть меняется. Власть очень чутко следит за настроениями людей и старается не обострять. Но мы же понимаем, что этих уступок, их мало. Это не те изменения, которые должны произойти в Казахстане. Конечно, потому что, ну что такое нынешняя власть? Нынешняя власть, это пожарник, стоит со шлангом, простите, у него горит вся страна. Он бегает с этим шлангом, то там, то там поливает, то там погасил, то там погасил, а везде тлеет, везде, в любом месте полыхнет, понимаете. Конечно, до тех пор, пока не будет реальных политических реформ, смены этого режима, ничего не изменится. А монополия и диктатура, она зацементирована, она не может измениться. Они настолько все между собой склеены, они настолько монолитны. Их можно только сменить, потому что измениться они не могут. Если вспомнить последний митинг 21 сентября, вот на ваш взгляд, чего не хватило, возможно, людям, активистам? 21 сентября, конечно, не хватило массовости. Это то, к чему мы стремились. И я хочу сказать вот, что у некоторых людей были настроения такие подавленные, да, то есть вот нам не дали выйти, мы не смогли выйти и так далее. На самом деле, опять же, благодаря тому, что у меня есть возможность видеть системно процессы, я понимаю, что люди-то вышли. И вышли достаточно организованно. Другое дело, что нас еще мало. Но если смотреть в динамике развития ДВК, если вот раньше у нас были, как бы так сказать, веселой горки, плохо, хорошо, плохо, хорошо, допустим, одну акцию провели, вторую откатились, не смогли, потом опять провели, потом откатились. С какого-то момента все стало выравниваться, идти только вверх. Это стало выравниваться только тогда, когда мы начали системно работать со штабом и с ячейкой. То есть мы видим, что неуклонно растет рост людей, то есть количество участников наших протестов. И самое главное, эти участники, они образовываются, они становятся грамотными. Соответственно, вот эти митинги для меня, они вообще уникальны, да, потому что вот именно 21 сентября я видела работу наших ячеек. То есть я четко видела, как работают наши инструкции. Как они не работают, тоже видела, потому что какие-то вещи люди делали, а какие-то вещи забывали. Какие-то вещи сделали дисциплинированно, правильно, а какие-то вещи не выполнили. В результате пошли вот эти проколы. То есть, ну, допустим, простая вещь, прийти вовремя. Да, власть сделала все, чтобы люди не могли вовремя добраться. Создали колоссальные пробки, отцепили колоссальный участок города, для того, чтобы люди не могли дойти до места проведения митинга. Это было в Астане, это было в Алматы, это было в Актьюбинске. То есть везде старались вообще просто закрывать эти места там и так далее. Тем не менее, каждый человек должен был это предвидеть, активисты. Мы об этом в наших чатах говорим, говорим в чате активист. Нужно было это предвидеть. Надо было прийти заранее. Надо было осуществить главную задачу быть вовремя. Надо было осуществить главную задачу выступить в одно время всем одновременно. Этого пока не добились. Но опять же, вот опыт этих митингов, он людям принес четкое понимание важности дисциплины. Они уже ясно видят, что если бы мы пришли вовремя и вовремя в одно время выступили, был бы другой эффект. Значит, в следующий раз они этого будут добиваться. И поэтому вот эти вот митинги, да, я считаю, что они прошли очень хорошо, потому что большая часть людей смогла себя проявить, несмотря на колоссальное цепление. Хоть в Алмате, хоть в Астане, наши люди прорвались, причем там по Астане, по Алмате было видно, что люди вышли на проезжую часть. Потом, вот как в Алматы у нас было, шли-шли по Толиби, да. Ну, идите дальше, идите до площади, вы же уже идете. И вдруг срабатывают правила. Светофор, перекресток, и они хоп, и уходят. Машин много, машины там где-то кто-то не поддержал, не мешали, пробка эта. И у людей срабатывает правила. Они берут и уходят на тротуар. И на тротуаре их встречает полиция. Пока они шли по дороге среди машин, они были не настолько уязвимы, как только они сгруппировались, ушли в угол и прямо пришли в руки к оцеплению, где их сразу похватали и утащили в автозаке. Но теперь-то эти люди стали умнее, они же понимают, что в следующий раз они будут использовать проезжую часть до конца. Водителей будут убеждать, то есть, соответственно, эти люди будут понимать, что надо работать и с водителями, и во время движения надо определенные какие-то команды говорить, выкрикивать, координировать не только тех, кто идет рядом с тобой, но координировать водителя, который мешает сейчас вот этому протесту. Точно такая же ситуация была в Астане. Один в один. На республику люди, конечно, не смогли выйти, но у них была такая возможность, и они теперь это осознают, и они это пишут, они это обсуждают в ячейках. Но зато они вышли в другом месте. Все равно по проспекту республики, по тротуарам прошли люди, прошли с нашими лозунгами, прошли с нашими требованиями, почувствовали, что если все делать правильно, если все делать так, как мы инструктируем, все возможно. Соответственно, в следующий раз они будут координировать свои действия четче. Потом вот по местам митингов, мы всегда в это упираемся. Место митинга, место митинга. Любое место можно выбрать. Если будет недостаточно людей, любое место будет провалено. Мы просто, вот лично меня что радует? Я понимаю, что еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, я же вижу динамика, рост идет, рост идет, активистов много становится, становится много осознанных активистов, ячеек много становится, я понимаю, идет рост, и рост этот стабильный, все время идет вверх. Ячейки не распадаются, такого не бывает. У нас распадаются ячейки, которых мы выявили как провокаторов, которых мы выявили как КНБ. наши ячейки активны, они все время разрастаются, идет большой рост. Соответственно, к следующим митингов нам будет еще больше. Все это видят люди, со стороны видят нашу организацию, они присоединятся. Нужно совсем немного времени, чтобы нас стало много. Я в этом просто убеждена, я это вижу по системной нашей работе, я это точно знаю, что это неизбежная процедура, неизбежно, вот абсолютно неизбежный итог для этого режима. Нас будет больше, и этот режим перестанет существовать.